Один из главных вопросов сегодняшней сессии городского совета – назначение выборов городских депутатов. Подробности этого решения и других в следующем материале выпуска. В начале сессии депутаты утвердили положение о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей на постоянной основе в городской администрации, в данном случае это глава поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Далее был рассмотрен еще один вопрос имущественного характера, но уже касающийся не одного человека, а всех лиц, замещающих муниципальные должности в администрации города. Речь идет о положении, в связи с которым муниципальные служащие обязаны сообщать о получении подарков в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей. В дальнейшем, если сумма подарка составляет менее 3000 рублей, данный подарок с согласия должностного лица может быть передан ему. Если сумма составляет стоимость подарка более 3000 рублей, то данное должностное лицо может выкупить подарок. Если он отказывается от выкупа подарка, то, соответственно, подарок поступает в муниципальную собственность и в дальнейшем используется для нужды муниципалитета, либо, если такой необходимости нет, его реализация производится с торгов. Далее депутатский корпус принял, пожалуй, одно из главных решений сессии. Согласно федеральному и краевому закону о выборах, а также уставу Белореченского городского поселения, решением Совета утвержден единый день голосования по выборам депутатов городского совета третьего созыва. Выборы назначены на 14 сентября 2014 года. В 2014 году будут проходить выборы депутатов поселений по всему Белореченскому району, касаясь конкретно нашего района. Ну и в том числе главы, кто не избирался недавно, тоже будут участвовать в выборах. В последнем был утвержден график приема граждан депутатами совета на третий квартал этого года. Последний в этом созыве перед предстоящими выборами. Приемы по-прежнему будут проходить в ТОСах с 10 до 12 часов. Татьяна Шуляцкая, Станислав Васильев. События и люди. Продолжение следует...